Добрый вечер! В эфире аналитическая программа Триггер. В студии авторы и ведущие, как всегда, Алексей Тулбурь и я, Виктор Чабану. И сегодня у нас в гостях доктор политологии Анжела Калацки, представитель государственного университета, поэтому будем говорить в том числе и на более политологические и научные темы. В частности, я думаю, что мы обсудим, в чем заключается борьба с политической коррупцией, о которой все в последнее время говорят. Начнем мы, конечно же, с заседания Совета Безопасности, с перестановок в правительстве. Но для начала давайте посмотрим короткие репортажи, и после этого мы продолжим наше обсуждение. Президент Майя Санду 11 ноября созвала Высший Совет Безопасности, чтобы обсудить проблему политической коррупции. Политическая коррупция повлияла на избирательные процессы последних двух лет и набрала обороты в ходе последних выборов и референдума, подчеркнула Санду, подвергнув критике антикоррупционную прокуратуру, которая, по ее мнению, продемонстрировала полный провал в борьбе с крупной коррупцией, и особенно в борьбе с политической коррупцией. Мы обсудили очень важную для Республики Молдова тему, а именно политическую коррупцию и атаку на демократию в Республике Молдова, которую мы все наблюдали во время президентских выборов и референдума. Мы видели, как преступные группировки пытались подмять волю граждан Республики Молдова, покупая голоса, пытались повлиять на принятие важных решений. Майя Санду сообщила прессе, что Высший Совет Безопасности обсудил вопрос о срочном создании антикоррупционного суда. В то же время члены Совета рекомендовали правительству выступить с предложениями по изменению ситуации в антикоррупционной прокуратуре. Мы должны признать, что изменения, которые мы осуществили в антикоррупционной прокуратуре, не принесли результатов, и рекомендация Высшего Совета Безопасности правительству заключается в том, чтобы выступить с новым предложением по изменению ситуации в антикоррупционной прокуратуре, поскольку мы увидели полный провал с её стороны в борьбе с крупной коррупцией, и особенно в борьбе с политической коррупцией. Вскоре после этих заявлений антикоррупционная прокуратура выступила с заявлением, обратив внимание на проблемы, с которыми она сталкивается. Антикоррупционная прокуратура испытывает серьёзную нехватку кадров, в том числе прокуроров. Доля вакансии составляет около 50%. Не хватает бюджетных средств, адекватных задачам и обязанностям прокуратуры. Отсутствуют функциональные офисы и специальная техника, что было отмечено Европейской комиссией в процессе двустороннего скрининга, и другими международными институтами, в том числе Международным валютным фондом и Всемирным банком. Касаясь недавно обнаруженных на территории Республики Молдова дронов, Майя Санду заявила, что они не представляют опасности для наших граждан. Но факт, что беспилотники нарушают воздушное пространство Республики Молдова, вызывает беспокойство. С первого дня войны мы сделали всё, чтобы защитить воздушное пространство страны, в том числе те закупки, которые мы сделали для того, чтобы обнаруживать и избегать таких ситуаций, создающих опасность для граждан. По информации, предоставленной органами, эти беспилотники не представляли опасности для граждан. Но мы всё равно должны быть бдительными и приобретать необходимые технологии, чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности. Посла России в Молдове Олега Озерова сегодня вызвали в МИД и вручили ноту протеста в связи с вмешательством выборы и нарушением воздушного пространства Республики Молдова, после того, как в выходные в Рыжканском и Кариулянском районах были найдены два российских беспилотника. Российский дипломат прокомментировал встречу в МИД Молдовы. Он заявил, что у молдавских властей нет доказательств того, что беспилотники являются российскими. Был очень подробный разбор всех вопросов, которые касаются как жизнедеятельности посольства, так и в целом двусторонних отношений. И это, на мой взгляд, была полезная беседа, которая позволила прояснить подходы к сторонам к сложным, острым вопросам наших двусторонних отношений. Министерство иностранных дел Молдовы решительно осудило нарушение воздушного пространства нашей страны. Вчера министр инфраструктуры Андрей Спыну объявил, что выходит из состава правительства и покидает ряды ПДС. В своем заявлении он написал, что это решение позволит ему больше сосредоточиться на вопросах, важных для Республики Молдова. «Я покидаю правительство и партию действия и солидарность. Знаю, что оставляю после себя, и знаю, что никто не сможет представить ни одного аргумента против целостности моих действий. Спасибо всем тем, с кем мне выпала честь и радость работать и делать добрые дела для людей». Президент Майя Санду отреагировала на уход министра, поблагодарив его за то, что он успел реализовать на своем посту. Андрей Спыну занимал должность министра инфраструктуры и регионального развития с июля 2023 года. Ранее он возглавлял Министерство инфраструктуры с 6 августа 2021 года по 14 февраля 2023 года. Итак, мы вернулись в студию. Репортаж очень подробный. Мы затронем, вероятно, все эти темы, если успеем. Но начать я предлагаю все-таки с нашей вечной сквозной темы. Вот сколько лет наша передача, мы постоянно говорим о коррупции. Вот сегодня я предлагаю под другим углом рассмотреть эту тему, поскольку мы ее уже столько раз обсуждали. Сейчас речь идет о политической коррупции. Это означает сужение все-таки вот этого понятия о политической коррупции. Вот из репортажа и, по крайней мере, все, что обсуждалось на протяжении всей этой избирательной, признаем, крайне грязной, наверное, самой грязной избирательной кампании за всю историю нашей страны. Мы показывали вот эти деньги, которые раздают, то есть вот этот грязный деньги, грязный кэш, который разными путями попадает в республику Молдова, распределяется среди бабушек. Бабушкам какие-то дедушки раздают, которые выше, оставляя себе, так сказать, свои комиссионные, ну и так далее. Это такая пирамидальная такая орифлеймовская схема, которая очень эффективно работает, как показали выборы. Но вот какой вопрос меня, так сказать, интригует. Только ли к этому сводится политическая коррупция? Вот такой вопрос к вам. Вот что в себя включает? Это раздача денег на выборы и все, потому что из того, что мы видим по телевизору, это примерно вот такое восприятие у телезрителей. Я думаю, что это все-таки несколько шире понятие. Да, вы совершенно правы. Политическая коррупция – это гораздо шире, потому что сейчас мы с вами наблюдали элемент политической коррупции, электоральной коррупции. Но с политической коррупцией мы с вами сталкивались гораздо раньше и с электоральной. Но в чем суть и специфика этих выборов? В том, что масштаб. Масштаб не тот. То есть это уже вышло за рамки просто решения вопросов на законодательном уровне. Это должна... Вот эта ситуация, она должна вскользнуть все общество. И мы, как граждане, но и мы должны с этим бороться, мы должны требовать от власти внесения существенных изменений в законодательство, чтобы ими можно было воспользоваться быстрее, чтобы нельзя было отлынивать, потому что на протяжении всего этого времени вот компонента политической коррупции, электоральная, она у нас просто действительно дошла до невообразимых масштабов. Но с другой стороны, а чего мы с вами ожидали? У нас же политическая коррупция на протяжении всех этих лет процветала. Но процветала... На уровне политического класса. Если позволите, вот мы прекрасно помним времена того же захваченного государства. Но мы помним Сережу Сырбу с этими, который приколачивал что-то это. И еще активисты Демпартии мешки с картошкой разносили. И еще с чем-то, с какими-то пакетами. Времена меняются. Понимаете? Времена меняются. Все-таки со всеми недостатками. Но в парламенте сейчас большинство пас. Конечно, они представляют наше общество. Но они на себя взяли определенные обязательства. Обязательства. И мы, конечно, не можем положить руку в огонь и сказать, что все 100% действуют в русле тех ценностей, о которых они декларируют. Но, тем не менее, сейчас в парламенте большинство, политическое большинство, у партии, которая борется с коррупцией. А вы вспоминаете то время, когда она процветала на уровне политических партий и парламентских партий. И все вопросы решались на этом уровне, в том виде, в котором это нужно было определенным кругам конкретным. А сейчас эта возможность ушла, ее нет. Поэтому для того, чтобы добиться нужных для себя решений, прийти во власть в полном масштабе, обращаются к кому? Все обращаются к его величеству народу. И вот этот трагизм наших времен в том, что на самом деле до того коррумпировано стало вот это и профанированы демократические ценности, избирательный процесс, необходимость вовлекаться в политический процесс. Но при этом, вы знаете, я очень внимательно смотрела второй материал «Яру Дегарды», потому что там уже был показан другой срез наших граждан, которые подаются, были вовлечены в эту коррупционную схему, вообще в эту пирамиду, околополитическую, сектанскую, в общем-то, по своей сути, сектанскую. И я обратила внимание на те элементы нейролингвистического программирования, которые там присущи, на ту тональность, как они между собой разговаривают, на те постоянные посылы чего-то положительного. Ты поняла? Всё будет хорошо. Вот эти вот, всё это будет хорошо, всё будет хорошо. А как же там? Так ведь уже есть какие-то расследования. Да нет, не волнуйся, всё будет хорошо, всё будет хорошо. Это, во-первых. То есть это практически видно невооружённый взгляд. Второе, на что я обратила внимание, возможно, и вы, и другие люди, занимающиеся исследованием политических процессов. Ведь очень интересный срез населения – это одинокие старушки, у которых есть дети, но они далеко. То есть этот парадокс. Не показывайте меня, потому что у меня дети в Румынии, внуки во Франции, в Голландии кто-то там ещё, и в других европейских государствах. Не показывайте меня, потому что они меня к себе не возьмут. То есть это люди, одинокие люди, которые вот эта вот секта пришла и предложила им такой симулякр вовлечённости, востребованности. И дело не только в этих… Деньги, да. И деньги, конечно. Но в совокупности, в совокупности это дало тот результат, который мы с вами наблюдали. И он развивался подскудно. Помните, от этих магазинов социальных. Да, совершенно верно. Это, опять же, среда социализации. Вот определённо. Они встречаются. Они встречаются. Они обсуждают что-то. Тебе приходят и говорят, вот, смотрите. И, конечно, одинокий человек, который уже не вовлечён в трудовой процесс. Человеку, особенно тем, которым определённое количество лет, им нужно маленькое внимание. И вот, к сожалению, вот шоровские вот эти вот структуры, они очень сильно вот это эксплуатировали. Сыграли роль, как своеобразные социальные службы. Совершенно верно. Совершенно верно. Плюс, конечно, всё, что связано с финансами. Потому что, конечно, у очень многих небольшие пенсии. Наверное, у 95 или 99% пенсионеров не очень большие пенсии. Послушайте, ну, денег вообще никогда никому не хватало. Даже миллиардерам. Вот поэтому в этом отношении. Нет, я про пенсии. Но здесь другое, да, конечно, другое. И пенсии везде всегда, кажется, недостаточно. Недостаточно. Но, но, вот ещё один момент. Дело в том, что всё и всё это расцветало при... Ну, у меня просто нет эпитетов. Ну, при жутком попустительстве. Ну, это практически было видно всем. Полиция со стороны иногда наблюдала, как при первых ещё в 22-м году на протестах они встречались в парке Штефан Чалмаре. И там... Десятки видео ходили по интернету. Открыто, открыто. А просто люди не скрывались. Раздавали деньги. Раздавали деньги. Да, да. Совершенно верно. Одну секунду просто, вот о масштабах. Я две цифры приведу, и вы скажете. Пожалуйста, господи, я не... Читаю. В Молдове завели 59 уголовных дел о незнакомом финансировании избирателей. Некоторые уже передали в суд. Об этом сообщил главный полицейский Верел Черноуцану. Четыре уголовных дела завели во время местных выборов в прошлом году. И из этого Черноуцану делает вывод, что вот в 11 раз выросло, так сказать, количество дел. То есть с четырёх до десяти. Вот у меня вопрос. А ты говоришь 138 тысяч? Да. И в то же время приводишь вот эти цифры. Это и так. Вопрос риторический, никому. Алексей, я вас прервал. Сейчас... Нет, замечательный анализ. Вот госпожа доцен привела. И объяснила, почему эти схемы работали хорошо. Потому что там не только деньги, не только социально-экономическое положение этих людей, но ещё и другие социальные механизмы сработали. Целая технология. Да. Я всегда привожу пример, что если секрет долголетия в Грузии – это воздух, кухня, зелень. Да. Вино. В Киргизе, где едят только мясо и тесто, тоже живут столько же. Вовлечённости людей старшего поколения в жизнь, аула, семьи, общины и так далее. Они нужны, они востребованы. У нас, кстати, вышел на пенсию, подёргался чуть-чуть и, так сказать, в большинстве своём люди гаснут. Это понятно. Но, значит, тем не менее это преступление. Да. Это преступление. И мы это преступление в таких масштабах наблюдаем с 2015 года, когда они были опробованы в Аргееве, потом в Неспаренах, потом в Бельцах, потом в Гагаузии, Тараклии и так далее. Масштабировалось. Ну, самый такой вызывающий пример – это проталкивание госпожи Гуцул на пост Башкана-Гагаузии. Человек абсолютно неизвестный, за месяц становится Башканом, ей проигрывают 8 тузов, не только Гагаузской региональной, но и национального уровня политики, Кройтуору и так далее. Понятно, что это коррупция. И если в 2015 году, в 2019 году это происходило в условиях, так называемого, захваченного государства, то сейчас это происходит в условиях других социально-политических условиях. И фальсифицируют, занимаются коррупцией, не власть, а оппозиция. Вот в чем суть момента. Оппозиция занимается коррупцией, власть ничего не может сделать. Вот вопросы вот сейчас начинаются. И они начнут только у меня, но и Майя Санду, она, значит, в порыве откровения, будучи возмущенной, так сказать, масштабами и фальсификацией. Вы что-то искали? Все пропало. Или как она там скажет? Это пропал, полный пропал. Реформы юстиции. Это были ее слова, и, по-моему, я ее цитирую напрямую. Потом она повторила, что это провал антикоррупционной прокуратуры. Но сваливать все на антикоррупционную прокуратуру, по-моему, не совсем правильно. Антикоррупционная прокуратура – это элемент в общей системе юстиции, которая не работает. Вот то, что мы столкнулись с феноменом, что в такого масштаба манипуляции и, значит, махинации, возможно, со стороны оппозиции, да, при поддержке Российской Федерации, при огромных деньгах и так далее. Тем не менее, у нас есть полноценная власть, вот совершенно справедливо вы заметили, что у нас большинство в парламенте, одно партийное правительство. Все под контролем демократических сил, под контролем тех сил, которые обещали как раз с коррупцией бороться и так далее. И нету абсолютно никакой возможности вот это вот решительным образом остановить, говорить о том, что реформы, значит, тоже провалились. Ощущение того, что все ушло в песок, к сожалению. Время в первую очередь. Да, время потеряно. Было упущено. Да, очень. Вообще, радикальные реформы, радикальные реформы нужно делать в первой половине мандата. Первый год, желательно. Потом ты, у тебя будет время что-то подкорректировать, а потом объяснить, почему это уже начинаешь. Поэтому сейчас, конечно, ну, Майя Санду президент, у нее начнется второй мандат, то есть она, конечно, сейчас очень серьезно, то есть она обещала, она обещала и в предвыборных встречах, на предвыборных встречах, и во время дебатов. Она об этом говорила, но дело в том, что для этого нужно опираться, а опора-то, опора. У нас парламентская республика, президент без правительства и без большинства в парламенте, он как бы... Да, он может говорить, но может объяснять, он может возмущаться, но он часть исполнительной власти, но тем не менее президент, часть исполнительной власти. Часть исполнительной власти, хорошо. Но без правительства и без парламентского большинства, ну, очень сложно чего-то добиться. Ну, сейчас у нее есть. А с другой стороны, ну, во-первых, очень мало времени до следующих парламентских выборов. Да. То есть сейчас нужно очень быстро что-то менять. Во-вторых, я еще хочу сказать, понимаете, почему на самом деле вот этот масштаб такой? Потому что в нашем обществе низкий, то есть огромная толерантность вообще к коррупции. Коррупции, да. То есть, и поэтому вот просто коррупция, там, с врачами, с учителями, потом, а политическое, ну, там было так. Ну, а сейчас, а если можно, а если этим можно, почему мне нельзя? Понимаете, вот это очень серьезный вопрос. Это не меняется в течение одного-двух лет, но если общество, если каждый гражданин услышит, увидит, что открыли дело, задержан, арестован, суд, прошел суд, принято решение, и человека или группу наказали. У нас, мы же с вами, опять же, вот все в песок. Неотвратимость наказания за преступление. Неотвратимость. Да, этого... Это принцип... Но мы этого не видим. Вот вы сказали ключевую фразу, которая заключается в том, что очень мало времени для решительных действий. В предыдущей передаче мы сформулировали такую тряду. Но мы сказали, полиция делает вид, что работает, прокуроры откровенно спят, а суды саботируют. Вот в целом эта система не работает. Вот я приведу еще две цифры. Вот Черновуцан сказал, что довели до судов. Суд Буйкана вынес первый приговор по делу о незаконном финансировании. Сообщил, что подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему штраф 45 тысяч леев. Он передавал посреднику пакет, в котором было 613 тысяч леев. Это один эпизод. Второй эпизод судебный. Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело против руководителя офиса партии Шор в Гладианах. Ее обвинили в получении 6 миллионов леев от организованной преступной группировки. То есть она как раз находилась в том уровне, не в этом бабушкином низовом, а которое дальше все это распространяло. И здесь запись у меня подсудимой грозит штраф от 57 тысяч леев до 92 тысячи леев. Вот у меня возникает вопрос о соразмерности. Вот мы, опять же, наши понятия юридические, обычно основанные на каких-то американских фильмах. Мы видим, что там освобождают под залог под 10 миллионов, под 100 миллионов. У нас достаточно 50 тысяч заплатить, и ты уже за 6... Мы входим сейчас в сферу, где мы не разбираемся. Я в это не вхожу. Дело в том, что совершенно другая правовая система прецедентов. И там на самом деле есть система договоров с прокурором. И тогда ты, если ты идешь на сотрудничество полностью, то тебя могут освободить от наказания. Так, по всей вероятности, вот эта вот вторая информация, которую вы прочли, в принципе, эти элементы и в нашей правовой системе есть. Есть. Я, конечно, не доктор права, но... Первый то же самое. Он признал вину, по-моему, на сотрудничество сдал все деньги, получил штраф и вышел на свободу. Я просто подчеркну, что это первый приговор. Я это имел в виду. Это первый. А уже эти детали остальные и нет. Нет, важно найти первый приговор с 2015 года. Ну, давайте до 2019 года мы этот период исключаем. С 2019 по 2024 и 5 лет. За 5 лет новых условий политических. Это первый приговор за политическую коррупцию. Теперь... Мы должны спешить, потому что время уходит, мы, так сказать, вокруг там крутимся. Майя Санду говорит, давайте бороться с политической коррупцией. Три года мы это фиксировали, значит, ужасались масштабами. Теперь давайте решение. Она поручила правительству в течение... Десяти. Десяти дней новые предложения. Ну, то есть оно, то, что не было сделано за все это время, сейчас нужно... Ну, не знаю, посмотрим, может быть, действительно для этого... Ну, нужен такой вот триггер. Триггер произошел. Вот референдум и выбор это триггер. Это очевидно. Я уже как-то порывил. Ну, если не справиться, значит... Не, ну а что может правительство, которое три года не проводило реформы, то тоже Министерство юстиции, что они должны что-то такое предложить. Что они могут за десять дней придумать, ну, чтобы это вписывалось в рамки правового государства. Чтобы это... Потом давайте не будем забывать, я просто прощаю одно замечание. Вот уровень подготовки прокуроров, судей, там, следователей и так далее. Мне представляется, мы смотрим эти фильмы. Понятно, фильмы, может быть, они это одно, американские там, в жизни по-другому происходят. Но, тем не менее, всякого рода преступления там расследуются и доказательства находятся. У нас не могут найти доказательств по, казалось бы, очевидным преступлениям. У нас миллиарда не было. Да, миллиарды, миллиарды не могут доказать. У нас все знают, куда ушли деньги. Название фирм, через которые ушли деньги, все известно. Нас не могут доказать, что в кульке... Я-то не в адрес стояноглый, это так просто, чтобы первая в голову приходит. Потому что другие не лучше. Не могут доказать вины всяких там андрунаки и так далее. Почему эти люди, которые не могут склеить какое-то нормальное досье и передать его в суд, сейчас вдруг придут в течение недели с какими-то волшебными идеями и предложениями? Давайте все-таки оставим... А вот почему вы ответите сразу после короткой рекламы, на которую мы сейчас прервемся. Не переключайтесь, дальше будет интересней. Суты де оре де антренаменте. Фэрэ компромиссур. Фэрэ шлэбичиу. Маестрия се обтинет при sacrificиу и perseverенца. Каштига лупта с тима и ты сможешь в какой-то обстакол. Домида конфрунтая, вначе она начинается. Чапа. Да что есть, ташедеров? Не манкать ни мига стас? Я гайку минус тихранецк. Субтитры сделал DimaTorzok Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хочу, чтобы мы в покое и счастье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Назначен к руководителям прокуратуры. Слушайте, я когда прочла сообщение, я прочла Виктория Фортуна. Ну да-да, они все там, да. Клан Фортуны в прокуратуре. А потом обратилась. Если в полицию... А тоже участвовала в конкурсах. Да, да. Вы говорили, что полиция имитина. Я как раз полицию похвалил бы, потому что полиция как раз выглядела лучше всех. Во всем этом деле, потому что полицейские как раз скрывали это. Они на первой линии. Они на первой линии. Вот дальше, дальше это уже не дело полиции, понимаете? А дальше, вот вы меня когда прервали, у вас нет такой скептизания. Да, конечно. Слушайте, уже... И я вам скажу, что повод есть к этому недоверие. Не без основания. Но все-таки давайте попытаемся посмотреть на то, что этот стакан наполовину полон. У меня такое впечатление складывается, что не только потому, что не знают как, но, к сожалению, есть люди, которые не хотят. Просто не хотят. И в этом отношении... Вот, конечно, очень хорошее решение обратиться к правительству. Ну, а кто исполнительная власть отвечает за все, что происходит в нашем государстве. Но ситуация с политической и электоральной коррупцией, она перешла границы. И мне кажется, что в этой ситуации можно было бы обратиться не только к правительству, но и к другим акторам политических процессов. И к политическим партиям, которые, ну, хотя бы говорят о том, что они не поддерживают политическую коррупцию, электоральную коррупцию, которая стоит на европейских ценностях. Вот этот посыл. Я бы, например, видела бы, это было бы гораздо. То есть ты обращаешься к ним, к неправительственным организациям, не только к правительству. Потому что, опять же, повторяю, ситуация вышла из рамок... Из рамок институциональных, чисто каких-то отношений. Да, и чисто вот таких вот обыденностей. Она экстраординарная. А экстраординарная ситуация требует экстраординарных мер. И поэтому я думаю... Дело в том, что, понимаете, ведь, если говорить об обращении к правительству, но ведь разговоры идут о том, что часть правительства, часть министров уйдут в отставку. Да. Спойну уже заявил. Говорят еще о других... Трех до пяти, там разные спекуляции. Кто его знает, да. Понимаете, говорить об отставке правительства, я бы... Ой, любая смена... Это проблемы серьезные. Это переходный процесс. Это переходы, это новое правительство, это вот... Занятия, конечно. А у нас сколько там осталось до парламентских выборов? До полгода, фактически. После парламентских выборов правительство обязано уйти в отставку. Поэтому на данном моменте... Но вот какую-то новую струю в правительство, кооптируя туда представителей возможных людей из потенциальных содружественных партий, возможно, можно было бы, в конце концов, можно же у них спросить. А вы что думаете? Вот я говорю о последовательности действий. Президент обращается к правительству, которое собирается располовинить, да, децимацию там устроить. Дайте мне... Значит, тем более к министру, который все это должен готовить. Я говорю о министре юстиции. Я, например, не понимаю тех, которые говорят, что министр юстиции должен уйти, нынешний. Да. Этот министр юстиции мало отношения имеет к этой реформе. К реформе. Которая была провалена совершенно другими людьми, инициирована другими людьми. Это Литвиненко, это... Стомати. Стомати, да, в первую очередь. Вот эти два человека. Значит, этих людей, с моей точки зрения, вообще гнать надо из... Ну, это их проблемы. Это, ладно, так сказать, не будем вмешиваться внутри партийные дела. Не было бы логичнее уже как-то с этим правительством определиться. Мы вышли с инициативой, давайте скажу я, чтобы вы не открещивались. Я написал открыто, публично, между двумя выборами, что было бы неплохо, если бы Майя Санду выступил с инициативой отставки правительства. Правительство. Почему я это говорил? Потому что я вижу, новое правительство, это не как версия третьего пасовского правительства. Потому что у паса очень короткая, значит, скамейка запасных, там неоткуда. Вот давайте уберем одного-двух, я затрудняюсь назвать еще какие-либо имена. Вот кто там придет. Ну, вместо спы, ну, допустим, придут там технари какие-то. Тут как раз, может быть, решение будет найдено. А, на юстиции, да, допустим, там. А на юстиции, а министр экономики? Вот в партии пасы не знают, там два экономиста, Алайба и Марьян. Оба, ну, люди, которые никогда в своей жизни нигде не работали. Ну, Алайба еще работал, по-моему, в правительстве, там, советником у Филата, что-то такое. Больше никто нигде, значит, их биография трудовая весьма куцкая. Но они решают задачи. Извините, что я так резко выступаю. Поэтому, когда я говорил, что было бы неплохо отправить в отставку правительство и создать правительство национального согласия, согласие, это как раз вписывается в эту идею, которую вы говорите, что, возможно, в этом правительстве участвовали бы люди из каких-то других политических формирований, которые в перспективе могли бы стать партнерами будущей коалиции в парламенте. Да, тогда это имеет смысл, понимаете? С прицелом на 25-й год. Тогда бы эти люди согласились, а вот сейчас ты идешь в какую-то партию, а пойдем ты с нами в правительстве, поработаешь 7 месяцев. А потом мы пойдем на выборы, пересоримся все там и посмотрим, что будет дальше. Вот это вот... А сейчас они, если пойти по этому пути, который вы предлагаете, они могут пересориться и до выборов. Послушайте, выбора нет. А выбора нет просто. Нет, риск очень большой оставить... То есть, вот пойти по пути создания ситуации внеочередных парламентских выборов, то есть как можно быстрее... Нет, нет смысла, нет. Тут это невозможно. Нет, это ведет Республику Молдова в дополнительный кауз. Почему внеочередных? Почему внеочередных? Нет, ну потому что если они... Майя Санду должна перестать, это мое мнение, быть президентом ПАСа. Она и так фактически лидер этой партии. Там больше никто не вырос. Никто. Ни среди министров, ни среди депутатов, ни среди региональных лидеров, там нет человека, который может претендовать на пост лидера реального партии власти. Майя Санду остается. Но в своих действиях она должна думать о континуитете, о продолжении европейского курса, который, с моей точки зрения, ПАС в нынешнем его виде обеспечить не может. Да, в одиночестве нет. Не может. Да, я согласна. Вот она переизбралась, она спокойный политик, потому что у нее четыре года впереди, поэтому она может тут проявить творческий подход, как говорится. Проявить она может, но для этого инструменты нужны. А инструменты это правительство и парламент. Правительство и парламент. А я еще хочу тоже свои пять копеек вставить здесь. То есть вот на моей памяти создание широких коалиций, особенно из партии правого толка, я здесь не хочу касаться левых. Мы видели на этих выборах, как народный депутат рождался, поддержанный всеми левыми партиями Стояногла, в результате пошел от социалистов, так и не открестился от шора, но это уже прошедший этап. Я вспоминаю, например, 2005 год. Наши правые партии объединяются исключительно, когда приезжает дядя Барин из-за рубежа, берет последний опрос и говорит, вот раз, два, три, четыре, пять, вот так вот вы объединились и пошли на выборы вместе блоком. Когда начинаются вот такие переговоры, ну мы же видим эти заявления, вот партии, особенно после выборов, у всех такие фрустрации. Вы же видели у всех лидеров правых партий и блоков. Это, ну то, что я условно называю синдромом трех молдаван, когда говорят, давайте, три соседа говорят, давайте дорогу сделаем. Лас и при мэри, я собираю. Лас и тогда. Вот у нас это никак и никогда никуда не денется. То есть здесь, конечно, есть наши какие-то благие пожелания. А с другой стороны, может быть, действительно, в том, что вы говорите, есть резон, потому что... Резон есть. Вот именно таким образом это будет таким неординарным ответом на неординарные вызовы. Потому что это же все повторится о парламентских выборах. Но это будто началось на местных. Никто это не признал. ПАС объявил себя победителем, хотя они взяли 30%. Ну, три города из 32 там центров районных. Но они сказали, мы победили. Да. Значит, они победили потом, мы победили все вместе. Покрасили карту в желтый цвет. И по логике вот третий грядет, третий выбор и парламент, которые должны, в общем... Но там они не смогут сказать, мы выиграли. Может быть, это произойдет. Вот, понимаете, ведь для того, чтобы распустить правительство, ну, элементарно должна быть причина какая-то. Посмотрим. Причина была названа. Провал реформы юстиции. Об этом уже сказала Майя Санду. На предложение сделать отставку она сказала, ремонерь. Хорошо. Давайте ремонерь. Но какой резон у других партий, давайте будем говорить о серьезных партиях, у которых есть солидная избирательная поддержка, нету прокремлевского флера такого и репутации. Или он такой не очень видимый, допустим. И они говорят, что они проевропейские. Коим резон сейчас входить в такое правительство, за которое отвечает Ричан, допустим, или тот же ПАС? Нет. Они не хотят пере... Потому что невозможно в парламенте что-либо переиграть, но в правительстве это может быть другое правительство. На определенных условиях. Вот мы постоянно говорим о том, почему мы не можем подняться выше 60% или там 55% поддержки европейской интеграции. Мы анализируем эти вещи. Референдум мы не будем брать в расчет, потому что это было протестное голосование. У нас выше поддержка. Но мы должны еще выше подняться. 80. 80. Это нормально. Страна, которая идет в европейские слезы, она показывает другие результаты. Потому что у нас за бортом процесса европейской интеграции остается огромное количество групп населения. Они исключены по тем или иным причинам. И мы идем к этим людям. Вот мы, я имею в виду, и власть, и неправительственные организации с определенной сформированной репутацией проевропейской. Мы идем и в Гагаузию, и на север. Но мы видим, что есть определенные пределы, за которые мы не можем перейти. Нам не доверяют. Кто-то доверяет, но большинство в нас уже не видит людей, несущих правду. Но они доверяют, допустим, на юге Влах. Давайте возьмем пример Ирины Влах. Влах говорит, что она проевропейская. Почему Ирина Влах не должна быть подключена? Если ты проевропейская, давай будем об этом говорить. Какова твоя роль в этом? Иди и говори про проевропейский выбор Молдовы в Гагаузии. И пусть Гагаузы слушают тебя. Замечательная идея. Мы еще раз прервемся на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. У нас становится все интереснее и интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, мы вернулись, я прервал вас перед рекламой. Мы должны подключать, даже есть большая степень доверия к таким политикам, что они по-настоящему европейским, давайте проверять их на деле, а не сразу отвергать. Потому что я понимаю желание других проевропейских сил, чтобы правящая партия больше с ними имела диалоги, сотрудничество, но тут проблема прохождения в парламент. Если ты проходишь парламент, ты можешь быть партнером ПАСа в будущем парламенте, если ты не проходишь, ты остаешься вне парламента, и тут как бы ситуация ясна. Поэтому, может быть, мы говорим о том, что вот этот диалог, не консультацию в создании коалиции, это рано, они вообще могут начаться после выборов, после голосования, но привыкать говорить друг с другом надо сейчас. Диалог вообще должен постоянно присутствовать и между политическими партиями, и между различными группами населения. У нас эта традиция, она только сейчас формируется, и очень тяжело. Но я с вами согласна, здесь действительно должно быть правительство, которое обеспечит прозрачные демократические парламентские выборы. Выборы, и мы приходим вот к тому же вопросу, который вы задали ранее, а вот Алексей сказал, а вот мы должны их в деле проверять. Вы сказали, а давайте спросим их об отношениях к политической коррупции. Конечно, я тоже. Вот первый и последний вопрос. Я написал по этому поводу, я сказал, вот то, что ОПГ Шора делает в Республике Молдова, это уголовщина, это ваш термин, чистой воды. Вот давайте вот этот вопрос вынесем первым. Я сказал, он первый, он же последний, чтобы прийти к следующим выборам. Потому что если мы не решим этот вопрос, вот все наши рассуждения, они в общем-то ни к чему не приведут. Вот не открестились же, вот есть другие партии, есть контракандидат Май Санду в конце концов. Он внятно сказал что-то про Шора, он сказал четыре версии по поводу Шора, ничего не сказал. Про социалистов я вообще молчу, уши, которые до дона все время торчат застойно. И вот тогда возникают вот эти вопросы, а где, а вот кто все-таки заинтересован в том, что выборы прошли. А мне кажется как раз, вот я убежден, потому что Шор-то украл не только у Паса. Шор украл и у социалистов, и у Сатова украл. И понимаете, он не только украл, но он им диктует, он им делает повестку. Так... Он им делает повестку и диктует правила игры, и диктует все. Вот в этом трагедия-то. Так вот... И в этой ситуации, понимаете, ведь, да, президент обещала, ее избрали, она обещала, она провела заседание, созвала. Но сейчас, сейчас все-таки должны активизироваться и парламентские партии. ПАС. ПАС должны активизироваться. И как это должно проявиться? ПАС в чем ПАС? Ну, это не... Вот они активно, активно, Боческ, как это, оплакивают, уходы, очень активизировались. Начиная со спикера и заканчивая там, ледовыми депутатами, оплакивают уходы с Пыну. Вот единственный активизм, который я наблюдаю после выборов в партии ПАС. В чем форма активизации этого ПАСа? В чем должны проявляться? Я думаю, что... Вот тут есть вопросы. Я не осуждаю, не упрекаю. Просто у меня есть много вопросов, на которые пытаюсь найти ответы. Если они убрали Спыну. По Спыну очень хорошо выступили не только те, которые его оплакивают, но и люди более серьезные. Те, у которых есть претензии, да. И претензии, и по закупке газа, и по организации тендеров, и по аэропорту, и так далее, и так далее. Там есть много вопросов по этому человеку. Ну, собственно, я сегодня видел даже запись по организации выборов. Это же миф об... Да, кстати, он был руководителем штаба избирательного. Ездили только по центру. Ну, и он, в общем-то, знаете, так вот получилось, что он вобрал в себя, вот как губка, вот весь-весь-весь этот негативизм. Да, да, да. Не, ну вот это очень показательно по штабу. Я прошу прощения, одну секунду. Он, хотя, насколько мне известно, это обсуждалось и публично, мы только по открытым источникам работаем. Люди говорили о том, что надо ездить, шире загребать. Команда Майи Санду на президентских выборах должна была ездить по всей стране, потому что она президент всей страны. И севера, и центра, и юга. Они ездили по центру, потому что там их электорат. На севере они запустили компанию в Сороках, все. До юги вообще нигде не были. А это очень комфортно встречаться с твоими же теми, кто тебя поддерживает. Слушайте, вот это вот концепт и подход, он был, насколько, навязан в каком-то смысле руководителем вот этой команды. Избирательной кампании, конечно. Да, СПИН. Он несет прямую ответственность за вот эту трясучку, через которую прошла вся страна, и референдум, и выборы, и так далее. И если ПАС, ПАС, партия, причем я не говорю только о руководстве, но есть рядовые члены партии, если они, они же тоже должны очень серьезно подумать, эти вопросы они должны сейчас рассматривать у себя в партии. Если они не примут экстренных мер, если они не извлекут вот этих вот уроков, второго чуда не произойдет. Работа над ошибками, да, конечно. Нет, потому что чудеса не тиражируются. Да. Да, мы тоже так считаем, абсолютно согласны с вами. 150 раз монета не падает на ребро, и да, этого не происходит. Хорошо, я предлагаю, у нас очень много тем было заявлено, но вот буквально телеграфно. Мы говорим о правительстве, вы говорите, замечательные совершенно вещи, мы все с этим соглашаемся. Я хочу сказать, тем временем, государственным служащим, которые заняты в процессах евроинтеграции, будут выплачивать надбавки к зарплате в зависимости от объема, более тысячи человек в 44 госучреждениях будут получать повышение зарплаты в целях стимулирования процесса подготовки к открытию переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский союз, надбавка 50%. Всего на это будет потрачено 36 миллионов леев. Ну, я бы сказал, очень такая предвыборная инициатива, замечательная. Кого-то опять посетило. Ну, знаете, да, можно, конечно, это и так интерпретировать, но дело в том, что если все-таки, ну, смотри, так, референдум состоялся, а скрининг европейский идет, это со стороны может казаться, а вот они себе там, это адское, если это делать серьезно, это адская работа. Я только за. И, понимаете, задача-то... Вопрос, как это смотрится со стороны. Ну, смотрится, а объяснять надо. Людям нужно объяснять. Так нам про референдум ничего не объяснили. Ну, ведь мы подумали, что все очень умные. Да. И сами разберутся. А уж про 36 миллионов лет я... Да, тут уже, да, да, нет, это нужно объяснять, потому что, если это делать серьезно, это, понимаете, тут еще у нас там, ну, там пройдет, ну, там что-то там мы там доделаем. Ну, не проходили эти повышения министрам, судьям там и так далее. А здесь, а здесь, это на самом деле будут рабочие лошадки во всех министерствах. Те, которые будут тянуть, будут тянуть не министры. Министры – это политическая должность. Пришло одно, одно правительство ушло, пришло одно, один парламент другой. Я с вами согласен. Я даже лично общался с главным переговорщиком Румынии, господином Пушкашем как-то, и он рассказывал, что вы себе даже не... Это было год назад. Не представляете, что начнется, когда вы войдете в переговоры. Да, совершенно верно. Вот сейчас это цветочки, да. А самая... Адская работа. А это просто пахать и пахать. И это будут лошадки. И это будут люди, которые будут осуществлять вот этот мостик между Кишиневым и Брюсселем. И тут хочешь, не хочешь, но они будут сравнивать, слушайте, какие там доходы у рядового функционера. И я тут один за всех, понимаете. Поэтому... Я тут, да, даже не хочу эту тему там развивать. Все понятно. Другое дело, что это будет использовано против них, как обычно. Будут ходить и сказать, что вам они 2000 пенсию платят, а этим периодически повышают. Вот надо найти слова и объяснить людям, что эти на переднем крае. Вот вы упомянули мост между Кишиневым и Брюсселем. Я бы хотел процитировать. Где-то я уже затерял... Ага, вот. Майя Санду сейчас находится в Баку, на экологическом... Климатическом саммите, извините, где провела встречу с Эрдоганом и сказала буквально следующее. Мы обсудили региональный мир и стабильность, а также Гагаузию, мост между нашими странами. Вместе мы стремимся сохранить гагаузский язык, внесенный УНЕСКО в список исчезающих, и защищать гагаузскую культуру, важную часть идентичности Молдовы. Сказала Майя Санду. Вот еще такой вот... Раз мы говорим о мостиках. Мне кажется, это не единственная повестка, по которой они туда ездили, поскольку президент ездил вместе с... Там находится вместе с министром энергетики Парликовым. Наверняка там обсуждаются и вопросы азербайджанского и других... Слушайте, советская власть озаботилась тем, чтобы гагаузы выучили русский язык. Озаботилась, да. А молдавская должна заботиться, чтобы гагаузы выучили гагаузский и румынский. Все. Ну, вот, в общем, надо думать, как это сделать. Потому что на самом деле, понимаете, вот вы все вот эти вот... В Республике Молдова языком межнационального общения должен быть государственный. Ну, он и есть так. Нет, но до сих пор главный нонсенс состоял в том... Ну, это законно было так определено. В 89-го года функционирование языка. Ну, да. На том этапе... Слушайте, это 89-й год. Это было оправданно. Это еще... А сейчас уже давно другая реальность. Ее очень сложно принимают, но постепенно. Постепенно, потому что действительно становится очень... У нас есть студенты из гагаузи. Я общаюсь с ними, спрашиваю. Нет, к сожалению, гагаузский язык так и остался языком... Бытового использования. В лучшем случае. В лучшем случае. Мы знаем, что это ситуация. Сами гагаузы не хотят. Но это приходит в противоречие с сутью автономии. Автономия была предоставлена во избежание политического обострения и так далее. Все это было оформлено в законе специальном. Там написано для сохранения и продвижения аудентичности языка, культуры и так далее. Вот в этой части эта автономия не работает. То есть автономия была использована для того, чтобы они политически себя противопоставляли Кишиневу. Кишиневу. И клялись вечной любви России и так далее. И это не значит, что Кишинев получает какие-либо права на односторонние действия. Нет. Это значит, что надо с гагаузами... Со всеми. Садиться и терпеливо, если надо сто раз, в десять раз, выслушивать, свою позицию говорить, говорить, говорить бесконечно. Они вот так вот отмахиваться от них, все. Это предатели народа. Я бы слышал, на самом высоком уровне были люди, которые называли гагаузов. Это наши соотечественники. У них другой земли нету, кроме той, на которой они живут. Та их земля тоже, как и наша. И их нельзя сравнивать с теми, которые с оружием в руках вошли на территорию Украины. Хотя у нас что те враги, что эти враги, все враги. Нет. Это наши соотечественники, живущие на нашей земле. Поэтому мы должны большинство с меньшинством говорить, другие группы, север, с югом, центры и так далее. Это должно быть систематически. Постоянно. А у нас, к сожалению, очень многие вещи, вот как остались наследием советского прошлого. Вот компания прошла, компанейщина, и все, и забыли. Давайте честно скажем, электорально. Вот Тишинев приезжает в гагаузию, выбирает определенных персонажей. Даже на выборы не есть, Виктор. Нет, это последние, это последние. Вот эти нынешние, они даже выборы. А раньше. Это очень больно, это очень сложно, но тем не менее, если ты вошел в политику, ты берешь на себя ответственность, и ты взрослый человек, ты знаешь, что будет в политике чаще больно, чем ты пожинаешь... Да, и не все обязаны тебя любить, и говорить приятные вещи, и так далее. Чаще всего тебя не любят, то есть критикуют. 99% идет критика, потому что все знают, как нужно в этом отношении. Поэтому я согласна с вами. Конечно, нужно говорить, нужно преодолеть даже вот этот психологический, даже если в некоторой степени барьер. Ведь в свое время большую ошибку, опять возвращаемся к ПАС. ПАС, большую ошибку совершили, когда не выдвинули хоть своего кандидата, которого бы поддерживали на Башкана. Мы об этом говорили. Да, и стратегически, и тактически, и со всех точек зрения. Поэтому, ну, слушайте, сейчас время пожинать... Вот об этом мы и пытаемся. Местные выборы, опять же. Какие-то уроки извлечь и что-то сформулировать. Но это нужно делать в ускоренном темпе, потому что времени нет. Ну, да, как там было у Ильфа и Петрова? Быстро, быстро, быстрее, еще быстрее, еще быстрее. А на последней странице написано, и еще быстрее, да. Играть быстро, как только можно, да, и еще быстрее. Да, вот еще одна тема, которая была в нашем первом репортаже. Мы ее не касались, но мне кажется, она очень важная. Я ее назвал условно нейтралитет, ПВО, беспилотники. Значит, сегодня на нашей территории, то есть 10 ноября в Каушанском районе был обнаружен другой в Рыжканском районе. Сегодня 12-го еще в Криулянском районе был обнаружен еще один беспилотник. Власти, в общем-то, провели необходимые расследования, там все, кто надо, прибыли на место. Нас успокоили, сказали, что они не представляют угрозы жизни, поскольку не несут боевой части. Но это тот тип беспилотников, который сопровождает шахеды, которые атакуют соседнюю Украину. Вот в этой связи сегодня посол России Озеров был вызван в МИД. Ему была вручена нота протеста, которая содержала два, кстати, компонента. Один, вот этот, беспилотников, которые беспрепятственно, так сказать, нарушают воздушное пространство Республики Молдова. И вторая, это по поводу вмешательства Российской Федерации в выборы в Республике Молдова, которые прошли. Вот такая жесткая реакция. Понятно, что она не возымеет. Ну, да, вот посол, мы с вами в паузе шутили, он уже сказал, нет никаких доказательств, что беспилотники российского производства. Мы понимаем, что они сделаны из китайских компонентов, и никаких доказательств мы не обнаружим, и там не написано. Фломастером номер и еще что-то такое. Но я хочу к чему вернуться. Всю избирательную кампанию, по крайней мере, семь из одиннадцати кандидатов у нас были такими активными борцами за некий абстрактный мир. Вот мир, мы за мир. А Мая Санду втягивает нас в войну. И вот нам рассказывали, что Мая Санду купила там какой-то радар, а вот скоро купит еще один радар. И всякая вот эта нагнеталась, вся вот эта истерия. Кандидаты эти выступали за мир. Никто из них ни разу так и не удосужился назвать войну войной в Украине. Мы, да, эту тему усиленно обходили стороной. Ну, как вот к этому можно вообще относиться? Вот опять я возвращаюсь к предыдущему обсуждению. У нас три минуты. Да, мы сейчас завершаем, у нас три минуты, когда мы говорим, давайте как-то соглашаться, давайте какие-то найдем хоть точки соприкосновения, давайте установим мир. В конце концов, я вот приводил Фридмана, я сказал, Молдова это государство без нации, цитату, и это так, в общем-то и есть. Для того, чтобы создать нацию, надо объединиться, но мы не можем не отвечать на вот эти фундаментальные вопросы, а тем более политики, претендующие занять высшие посты в государстве. Да, и в ситуации, когда, в общем-то, идет гибридная война, вообще, ну, это классика жанра, что называется, в ситуации, когда есть очень серьезные вызовы, и внешне обычно люди объединяются. Вот сейчас, ну, я не знаю, вот можно рассмотреть эти три, я боюсь, что их будут гораздо больше, беспилотниковые. А они еще и раньше были, да, и падали у нас. Да, ну, там, нет, тут на них можно смотреть, знаете, как на некое даже предупреждение. Вот такие вот, в кавычках, подарки постэлекторальные. Угу, черные метки такие. Ну, ну, и так можно посмотреть, то есть это, слушайте, давайте там, просыпайтесь, просыпайтесь, уже время что-то делать. Если, если не объединимся, да, действительно, будет очень, будет очень, будет поздно сожалеть о том, что не сделано было. Да, мы уже в конце, но нейтралитет нас не защищает, нас Украина защищает. Мы сто раз, можно сказать, нейтралитет, если Украина пойдет, пойдем и мы. Да, благодарим Украину за то, что у нас были мирные выборы, только благодаря Украине. И я от вашего имени хочу поблагодарить нашу гостю за то, что наша передача была интересной и содержательной. Таковы были темы наших сегодняшних обсуждений. Мы с вами прощаемся до следующего вторника.